Ну немощная совесть, ну надо читать Евангелие, опять же говорится, от груди от этой флагенции. Ну ничего, мы будем вас опять молочком, молоком нужно кормить, нужно, но питаемый молоком не следует в слове правды. Значит, это еще хорошо, но надо, ну я вам немножко не молочка подливал сегодня, а немножко пищи пожестче. Так, восьмая, первое послание Коринфянам прочитаем, надо прочитывать место, пусть вы не смущаетесь, я очень уважаю вас, что вы задаете, ну как-то вас поправляю, ну вы научить, как учить, не поправлять, не подсказать, ну как это учить, не молчать и все, приветствую вас, все, с миром Божьим, аллилуйя, я поехал. Вот, не надо, не надо так, не надо так. Читаем восьмую главу от Иоанна, от первого послания Коринфянам. Так, такие слова, здесь говорится о пище, пища, восьмой стих будем писать, восьмой стих, пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. То есть, некоторые говорят, встала по верху, ты уже не духовный, не надо, это не что. Далее. Так. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Вот тут о немощной совести сейчас. Слушайте, кто написал. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в крапище, то есть эта совесть какая? Не немощная, прямая, не знаю, что едал в мире, ничто, что если я голодный, сейчас тут мясо их не поем, и поехал с Евангелем дальше. То ничего, он садится ест, в этом крапище, наелся, аллилуйя, и пошел. Вот он такой. А дальше другой, другой сидит уже в сказанном. Сидишь за столом в крапище, значит, если кто-нибудь увидит, другой увидит, то есть который уже уверовал, уверовал, то совесть его, как немощного, слушайте дальше, не расположит и его есть и доложительное. Я объясню это. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умерший стой». А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Значит, здесь говорится о чем? О твердого духа, зная, как я привел к апельщине, ничего мне. Я рядом пройду, я и зайду, иду. В общем, я тебе оставлю, все съедят, приду голодный. Я с собой, и с собой после работы захожу в пивнушку, вот так бы меня кто-то увидел, брат Степан, пивной заходил, ах, наверное, выпил, а потом в проповедник пошел. То есть я заходил в пивнушку, дождь идет, негде, стань, негде, я бы не пошел бы туда. Обстановка дождь, я под зонтом. Звоните, как раз, зашел там все с кружкой, я вас раскладываю среди мужиков, свободно, беру, ем, и с ними ничего. Они тоже глядят, да-да-да, пожалуйста, что-то, лозу, лозу, лозу. Ну, они думают, что я где-то уже все закупил. И я, значит, что, я съел все, покушал все, свернул свое, и забрал, ты поехал. Ничто мне это, ничто, что я там отстываю, ой, я, папа, ой, как это, ой-ой, ой-ой, и мне исповедоваться, наверное, не надо, я иду проповедовать. И все, вот ничто, а мы вот все цегим, цегим, вот где-то и ищем, не нужно. Вот здесь как раз говорит Павел отец, да ну-ка, он застал он где, а вдруг кто-то уже веровал недавно из-за этого же идолопоклонства людей. А он видит, что Павел ест и признает это за святыню. Там же говорят, что это святое надоедно. И признает за святыню, то он еще больше поколеблется и скажет, вот видишь, ты и сам-то поклоняться пришел туда и ел там от святынище. Понятно? Немощный. А так ничто, ничто. Вот так. Все понятно, немощная совесть? Читайте Евангелие. Сядьте, прочитайте, рассуждайте. Молитесь, Бог откроет. А, немощная совесть грех или нет? И действия при немощной совести. Немощная совесть, надо вот разобраться. Разобраться, вот как я сказал, и все. Вот грех, вот ты всегда будешь такой вот, вот всегда выискать в ком. Взирай на Христа. А там, не смотри. Взирай на Христа. Тебе что-то того. Иди ты. А бывает, брат, попроси за меня. Да. Вопрошать. Бывает, что братья не берут, а обижают. Почему вы за меня? А там видно, не надо вопрошать. Поглядеть, и все. Такой я, какие вы. Так понятно. Немощная совесть только именно утвердить, чтобы немощная стала сильным. Как Давид скажет. Немощный скажет, как Давид будет. Мы начитаем все Слово Божие, и оно вдохновит. У меня внук, так сказать, мальчик, Саша. И вот мы в доме с Катей, а там бодучий козел на остановке. Козлик такой, бодучий. Он в окотку глядит. Ой, я, Борьки, боюсь. И бежит в другую комнату. За окном. И, ой, я боюсь, я боюсь. Вы знаете, сколько я его вдохновлял, чтобы его воспитали. Я говорю, я козла, это, дорога, как возьму. Вот так, вот так. И вот ты его, вот так. А он глазенки откроет, аж трепещет руками. И все. И я его это возмужал, чтобы он не был немощный. А потом он не боялся. Я просто детское привожу. Детское, да. Ну, боится ребенок. Страх у него, влияет прям. Вот как ему подбежить. Ой, Борька, бегом в другую комнату. В доме мы. Понимаете? Ну, ребенок, он малышка. Да. И мы, бывает, боязнивы. Плохо. Написано так. Есть. Крестом в Евгении. Есть ли вы? Прочитать можно. Значит, там так написано. Страх. Я наизусть скажу. Страх. Стих по голову открыт. Страх – это есть нечто иное, как лишение помощи от рассудка. И чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящей учение. Надежды мало. Вот у нас у людей, я ребенка привел, а у нас у людей есть страх. Мы в страхе. Мы мучаемся. И спать не можем. Одна не могу. И ни с кем-то не там пройти. Ну, это совсем простое дело. Мало надежды внутри. Тем больше представляется неизвестность причины, производящей мучения. Надежды. На Господа. Господи, ты Господь. Удали от меня страх. Удали от меня мучения. Отсвободи меня от страха. Освободи меня. И Господь сделает. Вот говори, что у тебя есть. Искринное сердце – это говорит то, что есть. Страх живет. Господь удалит меня. И Бог удалит. И потом не заметишь, как это все ставит на свои позиции. Это делает Господь. Человеком невозможно. Бог это сделает. Я заканчиваю. У нас больных много людей, которые вообще боялись. А потом я ей говорю, ну как дела? Мой муж, я уже стала ходить на собрания. Я так боялась всех людей. Дома вот закроются жили два пенсионера. А потом и он пришел на собрание. Стали молиться, стали молиться. Они перестали людей бояться. Вот есть люди такие вот. Депрессия такая. Вот страх мучается, скрывается. Закрой там это окна. Завесь, чтобы... Вот просто вот послушаешь их. И будет, что такое? И не удивляйтесь. Это такое поражение от дьявола. Сатана. А сила Господь. Все.